Добрый день! С вами Георгиевская Татьяна и сегодня тема звуки в ландшафтном дизайне. Казалось бы, при чем тут звуки и ландшафтный дизайн? Если вам интересно, оставайтесь со мной, я вам расскажу. В ландшафтном дизайне нет как таковой темы, связанной со звуками. Но так как мы все с вами люди, у нас есть органы чувств, зрение, слух, обоняние, осязание, тактильность, через которые мы с вами воспринимаем информацию об окружающем мире. Обратите внимание на те звуки, которые окружают вас на вашей территории, на вашем участке. Звуки могут быть как раздражающие, расслабляющие, тревожащие, а в общем их можно условно разделить на две категории. Звуки, которые приятные и которые неприятные. Какие можно отнести к приятным звукам? Большинству из нас нравится слышать шум воды, пение птиц, лёгкое шуршание листвы, какие-то горные речки, водопады и так далее. К неприятным звукам можно отнести скрипы. Допустим, если на участке имеется дерево, которое своей веткой постоянно от ветра скребет крышу. Либо это звук какого-то металла, стукающий, скрипучий звук флюгера, ворот или чего-то подобного. Наверное, многие из вас не любят звуки скрипящего пенопласта. Это, конечно же, всё индивидуально, и вы рассматриваете звуки относительно себя, своей индивидуальности и своих особенностей, какие звуки вам нравятся, какие не нравятся. Первая категория звуков вызывает в нашем организме, как правило, расслабление, приятные эмоции положительные. Также приятные звуки вызывают умиротворение. А вторая категория, наоборот, раздражающие, повышается нервозность, возможно, даже страх. Так как вы являетесь хозяином своей территории, прислушайтесь к тем звукам, которые вас окружают, и сделайте их, по возможности, наиболее комфортными для вас. А я желаю вам приятных звуков на ваших территориях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и до новых встреч на канале Тати Гео. Пока-пока!